Для нас крайне важно, чтобы малый бизнес развивался и создавал как можно больше рабочих мест, отметил Геннадий Панин в начале заседания. Сегодня малый и средний бизнес представляют из себя основу развития экономики нашего города. Более 40% налоговых поступлений в бюджет города поступает от субъектов именно малого и среднего предпринимательства. В малом бизнесе задействовано свыше 30% экономически активного населения города. В разделе «Содействие малому и среднему бизнесу» говорилось о перечне свободных промышленных помещений, земельных участков, муниципального имущества, которое сегодня задействовано не полностью. Поэтому в случае, если предприниматель хочет расшириться или взять в аренду помещение, то он может обратиться в Комитет по управлению имуществом. Говорилось о законодательстве в сфере экологии. Сегодня оно требует от предпринимателя иметь большой пакет документов, программу производственного контроля, декларацию по категорийности отходов. Каждый руководитель должен пройти экологическое образование. Это требование законодательства. То есть вас за это будут штрафовать. Если у вас, как у руководителя предприятия и организации, нет экологического образования, нет требования закона об охране окружающей природной среды. Кроме того, теперь до 20 января за каждый предыдущий год предприниматели должны предоставлять сведения о движении отходов и иметь паспорт опасных отходов. Последний носит заявительный характер. Как было отмечено, данные требования касаются практически всех предпринимателей, так как каждый имеет дело с таким типом отходов, как батарейки или лампы. Обсуждался вопрос применения контрольно-кассовой техники. С 1 февраля единственное, что можно сделать со старыми кассами, это снять их с учета. Следующая важная дата – 1 июля. Вся старая техника становится незаконной. Можно будет работать только на новых онлайн-кассах. Также на заседании сообщили, что подписан приказ о новой форме чеков. Теперь обязательным элементом документа будет являться QR-код, благодаря которому любой покупатель может проверить легальность осуществляемой покупки.